Учебу-семинар предварила работа молодежных площадок, демонстрирующих достижения городской организации БРСМ. Среди них лестница успеха в виде кубков и наград, завоеванных на различных конкурсах, экспозиция редких исторических экспонатов, найденных поисковым отрядом «Возвращенные имена», а также изобретение победителей проекта «100 идей для Беларуси». Сегодня я представляю два своих проекта, которыми я именно сейчас занимаюсь. Один из проектов стал победителем конкурса «100 идей для Беларуси». Это комплекс по спасению утопающих под названием «ИНА». И также второй проект – это комплекс для облегчения ориентации инвалидов по зрению. Это браслет, который будет помогать людям ориентироваться в пространстве слепым. Знакомство участников с молодежными площадками плавно перетекло в официальное русло – семинар, посвященный вопросам вторичной занятости в третьем трудовом семестре. В прошлом году планка трудоустроенной молодежи с 1 мая по 31 сентября перевалила за отметку в 10 тысяч. Большинство ребят получили работу, будучи в студенческих отрядах. Цифра впечатляет. По словам первого секретаря Брестского областного комитета БРСМ Виктора Иванова, в этом году планка не снизится. И уже сегодня в этом направлении предприняты соответствующие шаги. Сейчас уже все территориальные комитеты БРСМ активно включены в эту работу по поиску именно вакансий для трудоустройства молодых людей по организации этой деятельности, заключения договоров по организации деятельности студенческих отрядов. И вот наша сегодняшняя учеба, она как раз таки и является той помощью со стороны областного комитета БРСМ в разъяснении вопросов по организации вторичной занятости. В рамках данной учебы будут проведены семинары по ведению кадрового резерва. То есть потому что перспективный кадровый резерв и вообще кадры очень важны для области в целом. И как с ними работать, как выявлять самых лучших ребят, как продвигать их по службе. Это очень важно для первых секретарей и для специалистов, которые курируют молодежную политику в райисполкомах и горосполкомах. На учебе в семинаре докладчики уделили большое внимание особенностям нормативно-правовой базы, формированию студотрядов, организации охраны труда, а также добровольному страхованию. Все темы, безусловно, важны, поскольку ребята будут трудиться как в родной стране, так и за рубежом, а значит, должны владеть информацией и инструкциями при возникновении форс-мажорных ситуаций. У нас есть уже предварительные договоренности с Болгарией, формирование сервисных отрядов. Есть наработки по педагогическим отрядам тоже на юге. Возможно, мы в этом году будем работать по направлению с российской железнодорогой по проводникам. Есть у нас, конечно, самая такая наша знаковая стройка – это атомная электростанция. Конечно, уже здесь трудятся ребята из технического университета. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бух-ТВ».